Мы продолжаем знакомиться с культурной жизнью нашего города. Здравствуйте! Это программа «Культурная жизнь» и с вами я, ее ведущая Александра Бурч. Научно-технический прогресс не стоит на месте. В настоящее время приобщение детей к инженерным наукам начинается с раннего возраста. Юные изобретатели привносят новые идеи, создают креативные проекты, вдохновляют и вдохновляются через воплощение своих идей в жизнь. Мы побывали в Лицком районном центре технического творчества, месте, где возможно реализовать себя как инженера, конструктора и программиста. Популяризация технического творчества в Гродненской области началась более 60 лет назад. В 1969 году в городе Лида была создана городская станция юных техников. На момент ее существования было организовано всего 10 кружков, занималось в которых около 200 учащихся. С течением времени и развитием технического прогресса менялось количество направлений, по которым обучались ребята. Росло также и количество желающих изучать техническое творчество. В связи с расширением направлений для проведения полноценных занятий и хранения созданных руками учащихся моделей требовалось больше места. Станция бывшая юных техников города Лиды имела определенную географию движения по городу. Сначала это было первоначально в 1969 году, это улица Чапаева бывшая, напротив автовокзала там была детская комната, все там было, все кружки были там. Потом, когда построили здание Лидского детдома, который закрыт на данный момент, там сделали для кордовых моделей кордодром, автодром, кружков стало больше, детей стало больше, уже порядка 30 кружков существовало на то время. Потом, как этот дом снесли, мы получили здание на улице Черняховского, 42. Я уже туда пришел работать. Я работаю в системе образования с 1985 года. И с декабря 1986 года возглавляю центр, который 38 лет у меня общей старшей работы в образовании. В 2005 году была реориализация вот этого первого детского сада. Это здание, в котором мы теперь живем, работаем, развиваемся, его реконструируем и делаем. Буквально за две недели, 9 августа, нам это здание отдали. 1 сентября мы тут начали работу. Это благодаря коллективу, который всеми силами мы старались переехать. Ну и с 1965 года мы вот по настоящее время работаем здесь. Эти корабли вот эти, из чего они сделаны? И это прям все с нуля собрано тоже детьми? Ну, конечно. Вот видите, это копия миниатюры корабля Санта-Мария. Это один из парушников, который был. Это из дерева? Все это сделано из бумаги или плотного картона. Это все бумага? Да, все это бумага. Вес соответствующий. Паруса, это ткань. Мачта вот тут. Мачта у нас и то, она сверху покрыта бумагой. Центр технического творчества осуществляет обучение по различным направлениям. Робототехника, программирование, IT-мир, компьютерная азбука, развивающая информатика. Бумага-пластика, стендовый моделизм, ракетомодельный, авиамодельный и автомодельные кружки, а также многое другое. Ведется индивидуальная работа с одаренными детьми, с детьми с особенностями психофизического развития. Решение конструкторских и изобретательских задач, воспитание в себе усидчивости – все это важно для создания технических моделей учащимися. Прогресс обучения идет эффективнее, если педагог разрабатывает требуемую конструкцию вместе с детьми, наглядно показывая все основные этапы проверки и подбирая варианты ее создания, и как итог определяя наилучшие по ряду качественные показатели. С какого возраста дети приходят и что для этого нужно сделать? Согласно уставу нашего учреждения, мы принимаем кружки детей в возрасте с 6 до 18 лет, а также всех тех, кто осуществляет обучение в других учебных заведениях старше 18 лет. Кто-то у нас учится в нашем колледже, в лицеях, они к нам ходят, продолжают заниматься, потому что по уставу мы имеем право детей и молодежи до 31 года включительно, если он занимается, учится, обучается там. На базе Центра технического творчества проводятся мероприятия республиканского и международного уровней, принимать участие в которых желают многие. Разработка проекта и воплощение идеи в жизнь – процесс трудоемкий и кропотливый, поэтому и участие в таких мероприятиях могут принимать только те, кто стремится работать на результат. Нередко учащиеся насыщают свои изобретения необычными дополнениями, которые удивляют даже педагогов. Есть ли плюс в том, что они посещают? Ну, тут не плюс, тут три плюса, но и больше их, да, потому что… Ну, в качестве примера, вот ко мне ходил один школьник, маленький мальчик, в этом классе пришел на кружок – ракетомоделизм. Занимались простейших моделей, потом пошли соревнования рано выше, потом еще выше, потом пошла республика и международные соревнования, объехали мы с ним много стран европейских, очень часто бывали в Латвии, в Литве, вот. Ну, в итоге в 2017 году он выполнил разряд нормы мастера спорта Республики Беларусь. Тот год три человека у меня выполнил, они трое получили, мы из Дельминск, нам торжественно вручали это все. После этого он поступает в военную академию на факультет беспилотных летательных аппаратов. Ну, таких у нас детей каждый год бывает до 10 человек. Это не обязательно военная академия, это и БНТУ, и БГУИР, различные высшие учебные заведения, я уже не говорю про средние специальные, потому что дети, которые есть, ну, к сожалению, у нас такой специальности у города нету, для среднеспециального образования, которая была бы, ну, по крайней мере, в нашем колледже есть очень схожие направления, которые дети тут, знания полученные здесь, им очень помогают. Направления, по которым осуществляется обучение, интересны. Однако для того, чтобы достичь хорошего результата, необходимо усиленно работать над некоторыми школьными предметами. Например, чтобы успешно обучаться программированию, необходимо хорошо знать математику. Кружки по спортивно-техническому моделированию подразумевают не только точные науки, но и скорость реакции. В копилке Центра технического творчества есть проекты, пронизанные историческими фактами. Одним из таких стала инсталляция, участвовавшая в международном онлайн-конкурсе стендового моделизма в 2022 году, посвященная деревне-лесники Лицкого района, сожженная гитлеровцами в 1942 году. Также создаются проекты, посвященные культурным ценностям, в которых рассказывается об их возникновении и роли в истории. Я готовлю этот проект на конкурс Scratch Day. Я хожу на программирование уже с сентября, уже где-то год. А что в этом проекте интересного? Что там происходит? Ну, тут рассказывается о Лиду, а в конце викторина. Вот, в принципе, проект интересный, увлекательный, и можно многое узнать. А ты сам придумала или тебе тут помогала? Ну, мама помогала. Вы вместе придумали? Угу. А сколько времени? Ты с сентября готовишь или несколько месяцев? Нет, где-то недельки две. Он уже готов или еще? Готов. А можешь показать? Могу. Привет. Меня зовут Рома. Мне 8 лет. Я родился и живу в городе Лида. В преддверии 700-летия моего города я хочу рассказать о нем. Немного огнемся в историю. В 1323 году князь Кедемин построил каменный замок, ставший надежным открытием для горожан с минусом опасности. Занятия в Центре технического творчества нередко помогали с выбором будущей профессии. А иногда детское увлечение перерастало в педагогическую деятельность, осуществляемую в уже родных стенах все того же заведения. Изначально параллельно школе я посещал Центр технического творчества в детстве. С раннего детства я ходил на различные кружки. Основное направление, которое я ходил, это было ракетомодельный спорт. На сегодняшний день я являюсь заведующим отделением IT-сферы и веду кружок IT-мир. Также у меня обучается одаренный ребенок, с которым мы занимаемся 3D-моделированием с помощью 3D-принтеров, новых IT-технологий для создания 3D-моделей. Вообще 3D-печать сама по себе, она очень по времени затратна. То есть какие-то большие детали с очень хорошим качеством могут печататься сутки, даже до месяцев может доходить и так далее. Зависит от того, какой принтер, чем мы печатаем и какое качество выставляем. К каждому конкурсу мы подготавливаемся заранее. То есть за месяц, за два, бывает за полгода делаем какую-то модель. Сначала, в принципе, как на бумаге, мы чертим 2D изображения. А вот X и Y – это направляющие, ну, соответственно, плоское какое-то изображение. А уже с помощью других инструментов в программе мы начинаем вытягивание. То есть мы вытягиваем в ту или иную сторону свою фигуру. Потом добавляем уже деталировку. Деталировка – это может быть фаска, скругление, какие-то отверстия внутри детали. Ребята приносят домашние какие-то поломанные изделия пластиковые, да. И, соответственно, мы тоже создаем их сначала на компьютере 3D-модель, а потом уже ее печатаем на 3D-принтере. Научный прогресс движется вперед, а вместе с ним развивается и деятельность заведения. Число обучающихся растет. Обновляются классы для обучения, вводится работа с новыми материалами. Центр технического творчества всегда поддерживает стремления юных изобретателей и направляет по интересному и необычному пути открытий и новых достижений. Батлейка Кукольный театр – кукольный театр, который захватывает своей зрелищностью и детей, и взрослых. Постановки уносят зрителей в совершенно разные миры, где возможно все. Первый спектакль народного любительского кукольного театра «Батлейка» был организован в 2007 году, тогда еще в доме ремесел поселка Первомайский. Спустя некоторое время театр переехал в отдел ремесел и традиционной культуры Лицкого районного центра культуры и народного творчества, где находится и в настоящее время. Руководитель и идейный вдохновитель Ирина Вашкевич рассказала о тонкостях батлейчного дела. В Беларусь батлейка пришла приблизительно в 16 веке. В представлениях отражается образ мышления нашего народа. Батлейщик управлял куклами, стоя за деревянной конструкцией театра. Читал текст разными голосами. Но кроме этого, во все времена участники театра были людьми, которые в себе совмещали несколько ипостасей. Это и актеры, и музыканты, и люди, которые владеют навыками декоративно-прикладного искусства. Участники коллектива Народного любительского кукольного театра «Батлейка» города Лиды – это не только творческие, талантливые работники отдела ремесел и традиционной культуры Лицкого районного центра культуры и народного творчества, но и работники других учреждений. Появилась идея, вообще даже, можно сказать, привез эту идею. Павел Казак работал когда-то, в старые времена, в домике ремесел, который находился в поселке Первомайск. Дело в том, что он учился в Мирском училище, и там знаменитая тоже есть Мирская батлейка. Он там был участником, и оттуда привез такое умение вообще, и помог восстановить корпус. То есть вот наш даже вот этот самый старинный корпус, еще все мы им пользуемся, потому что у нас несколько корпусов. Вот это один из последних, который мы сделали такой, достаточно он крупный, потому что батлейщины скрыни, корпуса, они достаточно небольших размеров в основном. Поскольку занятие традиционной культурой и ремеслами всегда было основной работой нашего коллектива, то, естественно, здесь вполне логичным было появление такого вот традиционного кукольного театра, как батлейка. Мы, конечно, стремимся максимально лучшего качества добиваться своих и кукол, и постановок. Учимся друг у друга. Каждый год есть батлейщный фестиваль, он на Сморгонской земле проходит. Мы, конечно же, каждый год туда приезжаем, участвуем. И самое интересное, что там тоже практически одни и те же участники. И поэтому, естественно, надо каждый раз что-то новое привозить, чтобы удивлять друг друга, в каких-то новых стилях работать. Ну, конечно же, традиционные мы тоже поддерживаем. Репертуар народного театра разнообразен. Есть спектакли по мотивам белорусских и русских народных сказок, связанные с мифологией и белорусскими традициями. Например, постановку народного любительского кукольного театра «Батлейка» «Царь Ирод» показывают в калядный период. Популярна постановка и об истории Лидского замка. Многие спектакли ждут премьеры, находясь в разработке. Некоторые постановки, которые были написаны ранее и игрались актерами на сцене, в настоящее время играются уже в Народном любительском кукольном театре «Батлейка». Для создания нового батлеечного спектакля необходимо много приготовлений. Написание сценария, создание кукол, пошив одежды для актеров и создание декораций. Участники Народного любительского кукольного театра «Батлейка» трудятся всем коллективом. Да, действительно, стараемся какие-то новые привносить идеи, потому что интересно, с одной стороны, посмотреть, как сто лет назад демонстрировали «Батлейку», но немножко сложные. Вот даже взять книгу, есть такая «Белорусский народный театр», и там прямо написанные есть тексты, но их весьма сложно применить в нашу современную жизнь, потому что даже мне, как человеку, который очень хочет понять, про что там написано, и выникнуть в это все равно немного сложно, а не то, что говорить про взрослых, особенно про детей, которые современные. То есть у них достаточно, сейчас жизнь такая быстрая, и поэтому они, особенно детская аудитория, не могут надолго задерживаться на одном каком-то таком внимании. Поэтому приходится что-то новое делать, какие-то интерактивы придумываем, показываем, например, три минуты в «Батлейке», три минуты в «Батлейке» что-то. Ну и в связи с этим, естественно, разные куклы, кроме тростевых, ой, кроме шпеневых наших вот этих лялек, тоже существуют у нас. Увидеть представление Народного любительского кукольного театра «Батлейка» можно на различных городских мероприятиях, а также на областных фестивалях. Для того, чтобы увидеть завораживающую игру актеров, в отдел ремесел и традиционной культуры Лицкого районного центра культуры и народного творчества приезжают организованные группы из разных городов Беларуси. Я работаю здесь мастером, и мастером именно по ткачеству. Но также я люблю заниматься вязанием крючком. И «Батлейка» у нас существует уже давным-давно. И вот именно постановка «Курочка и колосок» у нас примерно где-то с 2004-2005 год. И оно настолько востребовано это было, что наши игрушки износились. И поэтому вот не так давно я возобновила это. Соткала вручную фон для «Батлейки» и также связала крючком игрушки для «Батлейки». Нужно, во-первых, разработать, какие они будут, подобрать цвета. Ну и, конечно, по объему зависит тоже. Ну, они небольшие, но все равно кропотливая работа. Ну, в принципе, одна игрушка может занять неделю, а то и две. Несмотря на то, что большинство актеров коллектива Народного любительского кукольного театра «Батлейка» – это взрослые, также есть в репертуаре спектакли, роли в которых исполняют дети. Кстати, музыкальный слух – важный критерий отбора актеров для постановок. А для того, чтобы со сцены передать зрителю нужные эмоции, любовь к своему делу, любовь к «Батлейке» обязательны. Молочка я ему несу, а я с техниками посыплю. Ой, кто-то там наближается. Так это ж, господи, не козочки. А, куда поделся? Фиги с ором. У нас Народный театр взрослый, у нас не образцовый, поэтому, в принципе, у нас подавляющее большинство актеров, конечно же, взрослые, взрослый у нас состав, но есть и дети. Есть спектакль, в котором для роли мальчика прям надо было найти мальчика. И такой хороший мальчик нашелся. И он уже вырос, уже в этом году, наверное, будет поступать. Но вот с разными спектаклями нашими он тоже вместе и рос. Уже даже детские роли уже и не может играть, уже у него голос ломается. Но, конечно же, в основном важным таким критерием надо, чтобы были вокальные способности, потому что практически во всех спектаклях, ну, я не говорю уже, кроме артистических, театральных, конечно же, задатков, неплохо было бы, чтобы были и вокальные, потому что почти во всех наших постановках достаточно много музыки. Сегодня традиции батлейки широко используются в театральном и декоративно-прикладном творчестве. С каждой новой постановкой участники коллектива стараются совершенствоваться в создании кукол и добиваться все более качественных программ. Количество батлеечных кукольных театров растет, и можно смело утверждать, что искусство обретает новую жизнь. Наша программа подошла к концу. Смотрите новые выпуски культурной жизни на Лида ТВ. И помните, искусство бросает вызов технологиям, а технологии вдохновляют искусство. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok